Меня зовут Дмитрий Гозак, сам я по образованию, можно сказать, горник, руководил некоторым количеством походов пятой категории сложности горных, восходил на Ужбу, имею опыт в некоторых других видах туризма. В настоящий момент занимаюсь тем, что развиваю конный и автомобильный туризм. Натика попросила рассказать о новых таких направлениях, которыми я сейчас занимаюсь, в данном случае о путешествиях в Марокко. В двух словах Дакар не видно, что Марокко – это государство, расположенное на северо-западной части Африки. Когда мы планировали путешествие, нам о нем было известно не очень много. Мой приятель сходил на вершину Тупкань, которая является самой высокой вершиной Северной Африки и, собственно, Марокко. Ну и что-то вслух мне рассказал в одном из наших путешествий. И как-то это путешествие запало мне в голову. И, в общем, в мае прошлого года такое путешествие состояло. Поскольку, опять же, все горники, то все говорят, ой, там много гор, там много гор. Надо сходить на такой большой какой-нибудь экспедиционный маршрут. Изучить там перевалы, вершины, побольше, побольше. Ну, по мере изучения материальной части оказалось, что, в общем, большой упор на горы делать не нужно. И мы ограничились шестидневным треком, который, в конце концов, был пройден. Ну, началось все с того, что мы засели за интернет и посмотрели, что же там можно посмотреть. Оказалось, что кроме гор, там есть еще и Куспиня-Сахара. По крайней мере, его большая северная часть, которая расположена с южной стороны, вдоль границы с Алжиром. Граница, вот, видна, теплым цветом ограничена. Самое интересное, что четкой границы между Марокко и Алжиром нет. Поэтому нам даже удалось случайно туда заехать, вот, Алжир. Понять, в конце концов, что мы немножко ошиблись и выявить из него, без всяких последний. Потом Океан. На Океане я никогда в жизни не был, это мой первый Океан. И, собственно, самые различные исторические места. Марокко довольно такая, богатая всякими событиями и постройками. Собственно, поэтому и сам маршрут состоял из двух, можно сказать, отдельных частей. Это, собственно, путешествие по горам и такое автомобильное путешествие на джипах, которые мы арендовали по стране. В конце концов, за три недели мы совершили недельный трек и проехали где-то 3200-3400 километров по стране. Готовясь к походу, мы поняли, что там как бы нету мяса, и они его не едят. Поэтому мы набрали в Киев всякой бастурмы, которая, в конце концов, нам пригодилась. Бастурма. Ну, это... Да. Потом нас пугали там отсутствием алкоголя. Говорили, что, ой, там, ты мусульмане, они не по этим делам. Поскольку мы шли не в спортивный поход, то мы, в общем, немножко его купили в транзитной стране. В конце концов, оказалось, что это было лишнее движение, потому что в Марокко есть супермаркеты, в которых, в общем-то, все есть. Ну, в конце концов, после того, когда понятие о стране сложилось, возник вопрос, как туда добираться. Все добирания, которые мы планировали, они были с пересадкой. То есть, прямых рейсов, к сожалению, в Марокко нет. Любой полет, который мы захотим совершить, он будет стоить в пределах, ну, 500 евро. К сожалению, это все полеты через Амстердам, через Париж, даже через Тому. Попытки сэкономить на лоукостках, а такими были Визеер и, там, Изи, Джет, там, Георгийские компании, в общем-то, себя не оправдали, потому что пересадки плохие, надо ночевать или в Барселоне, или в Баленце, или где-нибудь еще, и поэтому, в общем, экономия слабая. То есть, основная такая расходная часть, с которой столкнется путешественник, это билеты. Можно искать скидочные всевозможные варианты, иногда билеты падают до 300 евро. Ну, это как-то везет. В конце концов, наша команда, у нас было 11 человек, мы добирались разными путями. Кто через Мадрид летел, кто через Париж, кто через Барселону. В конце концов, мы все встретились в Маракеши. Маракеши – это город, который ведется практически по центру, туристическая столица Марокко. В свое время она была столицей, не туристической, а просто столицей государства. В Марокко насчитывается так называемых четыре имперских города, каждый из которых в свое время был столицей. Настоящей медленной столицей Марокко является город Рапат, он находится на берегу. Ну, из себя ничего особенного не представляет, просто офисный такой городок. Древними столицами были Маракеши, Фес и Микнес, они видны на карте. Соответственно, все они легли на карту наших путешествий. Кроме того, что мы хотели посмотреть города, мы хотели еще посмотреть, собственно, настоящую Сахару и океан. Что, собственно, и было сделано в этом джип-туре. После прилета мы добирались, кто через Касабланку, кто через Маракеши, все встретились в Маракеши в центре города. Что в хостеле. Цены Марокко небольшие, то есть они все ниже, чем наши киевские цены. В качестве примера стакан фреша стоит апельсиново 4 гривны, пол-литра авокадо, маракуя, папайя, 10 гривен, удобен при счете. То есть один дирхам марокканский, это примерно 1 гривна. То есть вы смотрите цену, смотрите в дирхамах, понимаете, в гривнах, никаких проблем в торге у вас не возникает. Аренда комнаты сколько? Аренда комнаты. Значит, мы снимали хостел прямо в Маракеше, рядом с центральной площадью Джем-Мальфна, которая является, ну, можно сказать, туристической меккой Марокко и туристической меккой на собственно Маракеша, 6 евро в день. Это без питания. То есть это просто небольшая комната с одного человека, платите 6 евро и живете в центре города. Человека не за помню. Человека. Нима, а еще к этому вопросу о забирании. А рассматривались какие-то варианты, сколько там вообще хорошо, что там с зимним транспортом и насколько там что-то про молодых походить через дегрузат, то есть прилететь в Испанию и... Да-да, без проблем. То есть там все ходит. Там ходят и паромные сообщения прекрасные и так далее, но все это связывается с шенгеном и большинство у нас отказалось заниматься как бы его оформлением по разным причинам. И поэтому, собственно, пром, ну как бы выбросили из... Ну то есть просто из-за них, по-никам, там есть смысл рассматривать. Понимаете, как бы, вот мы когда рассматривали такое транзитное путешествие именно через шенгенские какие-то пространства, начинали смотреть все стыковки, они были достаточно все неудобны. В связи с этим получалось, что надо было ночевать там какая-то дополнительная ночь, питаться опять же в той же шенгенской зоне и тогда и так далее. В конце концов, разница там 150 евро, она легко набегала, когда ты двигаешься в одну и в другую сторону. Но как бы с нашей точки зрения овчинка выделки не стоит. Хотя мы встречали там поляков, которые хвастались, что добирались из Польши за 150 евро. в оба концов. Ну, мы пока не нашли такой комбинации, хотя, наверное, она существует. А там какая-то виза была? Что? Значит, с визами очень просто. В Киеве есть марокканское посольство, стандартный комплект документов, подаете, никаких гарантий они финансовых не требуют, неделя 206 гривен и виза у вас в кармане. Значит, цены там невысокие. Если только туда прилететь и дальше путешествовать каким-нибудь автостопом, который мы не пробовали, или местным транспортом, а весь север Марокко, в принципе, неплохо соединен железными дорогами, довольно быстрыми, скоростными, комфортабельными, в общем-то, недорогими, поэтому путешествие может быть бюджетным. То есть, главное добраться. Вы добрались, в принципе, там дальше уже можно что-то делать. Ну, мы не ставили себе такой задачи бюджетного путешествия, мы ставили задачу обзорное путешествие, чтобы познакомиться со страной, понять ее возможности для путешествий вообще. Поэтому, как горники, мы приехали в Маракеш, окунулись в эту бодрую марокканскую жизнь. Она, конечно, немножко европейцы сбивает, ну, как бы так, с толку, особенно центр. То есть, проехать по городу, ну, сложно. Надо быть очень искусным водителем. Марокканцы, наверное, очень большие профессионалы в езде, потому что расхождение даже с большими джипами у них достигает сантиметра. Большое количество скутеров, мопедов и всего остального, и они, ну, действительно, такой трафик потрясающий. То есть, с моей точки зрения, их можно легко брать, там, если вам надо водителя, брите марокканца, вы проедете везде. Два дня мы потратили в Маракеш. Погуляли по центральной части, посмотрели кое-какие достопримечательности, и поехали в ближайший супермаркет, купили там еды на наш, пешеходный трек по высокому атласу. Город чем чистый? Город, как это сказать, чистый утром. То есть, марокканцы, ну, из-за вот такого активного торговли и движения, особенно центр города, довольно сильно засоряется. Особенно это касается центральной площади, джем-эльфуна. То есть, там, на вечер открываются большие палатки с водой, и, в общем, слой лежит тонкий. Но ночью работают всякие там убиральщики, и утром все чисто, и ничего нет. Из ярких таких достопримечательностей непосредственно мароккеша это вот эта вот туристическая площадь джем-эльфуна, которая богата так называемыми хелперами. Поскольку Марокко, это бывшая французская колония, они хорошо говорят на арабском и немножко на французском, то любой белый человек, который там появляется, он немножко как бы теряется в связи с тем, что он не все знают, скажем, французский, тем более арабский. Соответственно, попадает большое количество молодых ребят, которые готовы за часто не очень маленькие деньги тебе помочь что-нибудь найти, купить воду, пройти в лабиринте этих маленьких улочек Маракеша, куда-то добраться и так далее, и за свои услуги часто требуют каких-то нереальных денег. Это вообще бичмарок. Там существует туристическая полиция, которая с этим борется. Самым активным таким и нормальным средством отвязаться от такого хелкера, который навязывает свои услуги, это начать говорить с ним просто на украинском языке, не вступая ни в какие дискуссии ни на английском, ни на подобии французского, ни на другом. Тарабарский язык они не понимают, понимают, что контакта никакого не будет и в общем-то через некоторое время отвалят. Кстати, а с английским вообще очень плохо в среднем? Вы знаете, как бы такой базовый английский у молодежи какой-то есть, но далеко не везде. Только в центральных городах, туристических центрах там какой-то там с десяток слов они знают, в принципе, на мигах и на пальцах можно разобраться. А как же вы общались? Вот, ну как, у нас как бы там, где мы жили в хостеле, хозяйка знала английский, там, где английского не знали, ну это вот и не нужно было. Там руками помахал, пальцем потыкал, да. Что вам нуждает на местное ложитель? Сколько стоит там? Покажи пальцем. Все, можно разобраться. В конце концов, мы, наконец, выступили в наш трек по горам от Маракеша на юг расположен самый высокий горный хребет в Северной Африке Высокий Атлас. Вообще, в Марокко четыре горных хребта основаны. Это риф, который расположен около Средиземного моря, это, собственно, Средний Атлас, который расположен немножко севернее Маракеша, Высокий Атлас, чуть южнее, и Анти Атлас, который идет вот на самом юге Марокко. На самом деле, все эти горные хребты позволяют проводить замечательные трекинги, пешеходные, потому что, ну, очень рельеф хорошо меняется, есть потрясающие места, например, в Маяцах тут Каштаны, рядом в 60 километрах пустыня, там за 50, за 60 градусов все это очень лихо намешано, и при желании там именно такие вот пешеходные, автомобильные, в какой-то степени велосипедные путешествия очень есть где проводить. Выехали мы все-таки на юг, на юге от Маракеша в 70 километрах расположен город Имлин. Это, собственно, в Маракеше мечеть называется Кутубия. Собственно, одна из достопримечательностей, там высота нацинь-надцать метров и относится к одной из таких вот достопримечательностей Маракеша. Это, собственно, просто кусочек улочек, они не очень передают интенсивность движения, но вообще, наверное, половина мароканцев ездит на мопедах, каких-то скутерах и так далее. Центр города называется, он состоит из большого количества мелких улочек и они называются Медина. Автомобиль там проехать не может часто и можно только просочиться либо на ослах, либо на скутерах. Ну, и, собственно, говорю, очень высокий тракт. Вот это наша первая попытка движения. Это май месяц. Мы подъехали на север, на юг в город Имлин, немножко использовали местную тягловую силу мулы, проехали некоторое разумное расстояние и, в конце концов, вышли на свой шестидневный трек. Ну, в общем, город такого осыпнуло характером, ветрено, по утрам тонкие ручки, которые все-таки существуют на грозах. Высота какая? Значит, ну, вот здесь это высота 3,5, может, 3,7 сотни. Ну, вот, то есть снега практически нет. Это конец мая месяца. Взошли мы, в конце концов, на самую высокую ту гору Тубкаль, высота ее 4,167, проложена такая простая, простая тропа. Ну, мы были, наверное, единственные, кто ходили в касках. Местные там и все остальные бегают в тапочках, смотрели на нас, тыкали пальцем, тыкали зря, потому что среди нас там была одна женщина в возрасте в качестве путешественника, и она каской очень помахла, скажем так. Одного падения было достаточно. Местный транспорт. Вот на таких вот замечательных кишаках белые люди от автотрассы завозят, ну, наверное, рюкзаки для них экзотика. Часто в этих боковых мешках, у этих мишаков чемоданы какие-то, типа кравчучек там и так далее, на которых белые восходители приезжают в прием и оттуда восходят на эту гору кубка. С рюкзаками они не сильно знакомы. Вот если кто знает, это тот самый Андрей Грибан, который ездит в Черногорию. Вот он общается с... Мы подозреваем, что все-таки зубов водоизмеи нет. Особенно ядовитых. Надо сказать, что сам трек по высокому атласу нас особенно не впечатлил. Наверное, там можно искать каких-то себе приключений, но с моей точки зрения, если горные походы там особенно неинтересны. Ну, по большому счету. То есть, снега нет, ничего нету, так более-менее подразрушенные скалы и все. Поэтому наше дальнейшее путешествие проходило на автономии. Поскольку все хотели познакомиться с океаном, и для многих океанов первый, соответственно, из Марракеша мы рванули к ближайшему буквально населенному пункту, назывался Эль-Джадидо, и ночевали на берегу. Отличие океанских волн от морских очень легко определить по звуку. То есть, если морская волна накатывает так и все, то океан это постоянный шум как минимум 5-6 волн, которые идут друг за другом. Они накладываются, идет постоянный гул, который слышен очень далеко. То есть, мы ночевали часто и в километре от океана и на других расстояниях. И ты понимаешь, что если это гудит, это океан. Вы знаете, это был неспортивный поход, поэтому мы чередовали где-то две ночи в палатках, одна ночь в хостеле или приюте. Поскольку хостел и приют стоят от 6 до 15 евро за ночь, то мы же это вполне позволяем. Какая ситуация в плане ничейная земля, чейная земля можно ставиться или нельзя ставиться? Они очень корректные, кроме того, что если вы не ставите непосредственно на саду какого-нибудь жителя, то никаких ограничений нет. то есть на нечастной земли официально вполне нормально нужно ставиться? Ну, абсолютно спокойно, то есть у нас не было никаких трений ни в одном случае поэтому вакуруется. Ну, это значит среди океанское побережье, оно было в свое время пробито португальцами и они строили укрепления похожие на генуэзские крепости и похожие вещи. Было много факторий таких точек по берегу. Вот это одно из строений на берегу расположенное в городе Эль-Джадида. Такие вот пушки там стреляли. Следующей точкой нашего путешествия стала Касабланка. Наверняка все смотрели всякие фильмы про шпионов и мы тоже смотрели в свое время в детстве и нам захотелось побывать в этом городе и узнать что же это такое. Но город конечно страшно интересный но из таких громадных достопримечательностей это мечеть Хасана Второго короля которого уже сейчас нет построена на берегу океана. Мечеть представляет собой больше двухсот метров сама она вмещает 20 тысяч молящихся разъединяющаяся крыша и белый человек туда может зайти то есть туристам разрешено далеко не во всей мечети можно зайти но в это разрешено посмотреть что-то внутри следующий город у нас был Микнес Микнес это тоже бывшая столица как я уже говорил это внутри одного из хостелов хостелов стоит 15 евро вот такая внутри убран потом мы поехали в такой город Чевчуаен это город расположен на севере Марокко дальше оно будет сказано но по дороге развалины античного волюбилиса довольно хорошо сохранившегося город Чевчуаен весь покрашен в синий цвет чрезвычайно красивый построен в скале стоит на таком мощном сильном источнике очень чистый против Маракеша но просто душа радуется то есть стоит красивый это так называемая красивый эфеса поскольку Марокко это страна в которой есть северблюды и все остальное они славятся своей кожей кожей там действительно хорошая и вот в таких вот чанах кожу вымачивают красят дубят но запах стоит такой что я не рекомендую долго задерживаться это вот внутри города феса одно из медресе медресе это религиозное заведение где учат будущих муэдзинов и религиозных деятелей Марокко ислам много город состоит из таких внутренних двориков колодец такие колодцы называются реал получается вертикальный такой ствол и по периметру по периметру как бы очень удобно после такой экскурсионной программы по городам мы уже нам стало более-менее все понятно мы поехали в пустыню в пустыне цели по дороге в пустыню сахара цели геотмаки далеко что большие заросли и вот так вот мы там фотографировались подъехав значит собственно пустыня сахара она очень большая расположена на территории большого количества государств и в Марокко находится только ее северная часть она бывает собственно как песчаная так и каменистая песчаные барханы достигают высоты 300 метров и вот мы наконец добрались до пустыни подъехали к вечеру бросили наши автомобили и побежали срочно ночевать в пустыне настоящую песчаную уже несколько барханов от цивилизации ну могу сказать что впечатляет после того как мы переночевали в пустыне мы возвращались к нашим автомобилям в 8 утра уже становится достаточно жарко и это вот считайте май месяц и с 8 утра там уже реально жарко поэтому нам надо было выбраться из нее до 8 утра мы выбрались к 8 утра к машинам и вся такие вот как бы края пустыни часто пробиты какими-то мини-отелями вот в одном из этих мини-отелей они все оборудованы часто бассейнами мы очень хотели покупаться пошли в один бассейн сколько у вас стоит покупаться нам говорит ой там стоит 100 года дирхам заходим во второй отель они стоят рядом а у вас сколько стоит покупаться купайтесь мы говорим как просто так просто так нам стало немножко неловко мы решили у них позавтракать завтрак с бассейном обошелся 40 лет это наша попытка преодолеть 200 километров по каменистой пустыне Сахара на арендованных машинах мы вот проехали километров 30 машины были никак не укомплектованы там не было ни домкратов ни насосов только был трос и вот у нас там слетел багажник в одну из машин дальше мы кое-как добрались до ближайшего села на мигах разобрались с местным населением местное население прибежало привнесло нам кучу ключей мы прикрутили обратно этот багажник поехали дальше вот тактурка местных пустыней можно в машине ехать и туда и сюда и куда угодно это оазис а это ябл оазис в марокко в принципе много рек но эти реки не текут по поверхности по поверхности земли они часто текут под поверхностью такая река называется ваде то есть русло реки в которой нет воды но в связи с тем что река течет под поверхностью там соответственно есть влага и там растет зелень и вот там где вода подходит близко к поверхности возникает оазис вот в одном из таких оазисов была сделана небольшая основа я говорил что это океанская собственно страна она омывается с севера с Едиземным морем а с запада океана нам захотелось немного полихачивать и вот это мы так прокатились по берегу океана в стиле волны тоже таким интересным природным образованием являются так называемые гроты Легзина вот такие вот дырки есть там это фотографии из порта города эс-сувейра город эс-сувейра тоже расположен на берегу океана в свое время в свое время это было мега-хиппи и тусовка для европейцев где-то 70-х годов город очень интересный небольшой полуевропейский полумарокканский очень такой там внутренняя такая атмосфера приятная соответственно мы там ели рыбу прямо на дни марокко славится своими сардинами которые считаются самыми лучшими в мире и вот абсолютно свежий улов прямо в порту он приготовит на гриле ну это амсибир это тот же городок эс-сувейра и это собственно окончание первого путешествия которое закончилось в мае прошлого года в марокко я ездил два раза и второй раз это был эта зима то есть на новый год было продолжение путешествия то есть сначала все говорили нет марокко это страна на один раз ну оказалось что не совсем так и путешествие было сделано уже другое немножко с другим уклоном уже горы мы оттуда убрали совершенно и поехали просто греться на юг дело в том что с севера на юг наверное марокко тысячи полторы точно а может даже 1800 километров поэтому разница по температурам севера и юга градусов 10 точно есть поэтому изначально когда планировалось путешествие на новый год было понятно что надо ехать греться на юг на севере делать ничего собственно вот это вот карта нашего путешествия вот видно по нему что мы двигались в сторону туда на юг в сторону такой пунктирной границы это граница так называемая западная сахара это территория которая находится в управлении марокко то есть раньше там были всякие воины то да сё но сейчас вроде воины все заканчивались и вот наше движение было на юг вот оттуда от маракеша и до крайней точки нашего путешествия тысячи километров ну отличие от температуре градусов 5-7 точно есть а вот так если маракеша было градусов 15 наверное то вот там на июне у нас было 25-30 градусов это было там 2-3 января а вода вода была градусов 18 вполне вполне собственно мы ехали купаться мы уже так все посмотрели что лыжи скорее всего нам не светят на Новый Год поэтому решили вот так потом покатаемся ну собственно поскольку путешествие начиналось опять из маракеша это вот ночная площадь джема льфна вот так у них ночная жизнь она возникает как бы из ничего днем площадь пустая к вечеру она полностью заполняется ну вот это вот прямо все в городе и растет мы помню в первом путешествии сразу начали рвать дикорастущие апельсины но они казались немножко горьковаты в городе их можно не рвать они просто продаются вот тот же ряд то есть вертикальный колодец и по периметру живых люди написано в книжке что это водонос но на самом деле не водонос просто специализированный поворожай вот количество мопедов видно с велосипедами но их еще на порядок больше каждый со своим прибором для зарабатывания денег Марокко страна в которой достаточно большое количество окаменелости и из нее вывозятся такие вот красивые штуки в ночь с 1 на 2 января мы ночевали высоко в горах высокого атласа на приюте на высоте 2100 метров вот это вот такой вот вечер нам повезло на приюте был камин температура ночью была лодой ну вот это сделано при помощи большой выдержки на сегодняшнее утром мы поехали в лицо в море вот такие вот села прилепились к краю города по дороге лежал город Тарудан и путеводители были написаны что ярким таким его туристическим точкой является стены Тарудан вот эти вот стены мы не проезжаем собственно мы наконец выбросились опять на океан нас и тогда в первое путешествие поразило что он пустынен то есть практически никого нет то есть есть такой курортный центр называется Агадир в котором там 20 отелей есть еще несколько точек все остальные пляжи там совершенно пустыне температура летом в океане не больше 22 градусов привлекает холодное канарское течение апельсины мандарины прямо с дерева видно что они ничем не натертые для хранения не блестят с листочками полностью натуральные очень вкусные наверное слаще марокканских апельсин я не ем то есть реально не столько сахара что наша веселая команда да забавная история в общем мы выбросились на берег и в планах было промчаться по берегу океана то есть прибрежный песок утрамбовывается океаном до хорошей плотности если правильно эту плотность поймать то можно на машине проехать по берегу на скорости 100 километров от места куда можно спуститься до места куда можно подняться и вот мы стоим на берегу у нас в планах проехать 30 километров по песку но ночью началась песчаная гуль видно что там затягивает видно как несет песок видно как срывает с гребней волн ветром воду в общем гонки нас ночью дались по причине того что мы боялись застрять я видал фотографии как легко океан засасывает любой застрявший джип и в общем рисковать в плохой видимости я не стал поэтому мы решили объехать этот участок убежали по пустыне абсолютно натуральный видимо видимость не очень хорошая и песок убьет очень сильно стало немножко легче один джип был получше один джип был похож поэтому один застревал другой нет что другая тасса ну трудно сказать мы их не спрашиваем есть подозрения что может быть даже почти дикие хотя вряд ли я думаю что они там все имеют крисыки одним из таких приколов нашего путешествия это дворец в пустыне среди нас не все были путешественники с опытом в том числе были путешественницы без всякого и когда мы два дня ночевали в палатках муж эта путешественница стал говорить Дима если мы сейчас не ночуем под крышей то Таня из меня сделает не знаю что но у нас в планах было ночевка но никто об этом не знал я говорю ну хорошо будем стараться ближе к вечеру прямо из-за угла пустыни такой камени сыграли собираемся ну вот одно из таких природных образований на берегу океана это так называемая заповедная лагуня Нейва которая охраняет ЮНЕСКО то есть это ну такой большой 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 залив в котором гнездятся розовые фламинго которые приезжают туда прилетают туда на ночу но мы тоже решили там заночевать потом оказалось что мы все сделали неправильно то есть в этой заповедной лагуне нельзя заезжать на машине нельзя ставить лагерь нельзя купаться нельзя ловить рыбу ничего нельзя делать мы все это сделали но случайно вот потому что уже когда разбирали фотографию увидали что одна из девушек сфотографировала табличку что всего этого там делать нельзя мы поставили там сетку поймали порядка семи каких-то рыбок внимательно на них посмотрели увидали что они без какого-то такого яркого оперения наверное с ними можно что-то делать мы смотрели с ниху все стали жиры песок раскалялся до очень таких неслабых температур поэтому удавалось немного пахнуть это эксперименты с ночной съемкой в долине речи Тан-Тан у нас тоже были запланированы гонки по такой речке до гонок дело не дошло вот эти самые розовые фламинги которые там зимуют ну вот собственно порядка пяти-шести последовательных волн когда они накатывают друг за другом постоянно идет такой равномерный шум но ты понимаешь это все таки реальный океан не море мы добрались до южной точки марокко город назывался торфай само путешествие наше называлось по следам маленького принца в этой торфа в свое время летал безизвестный экзюпери который работал там по-моему на самолетах французской почты и собственно там написал один из своих рассказов и вот ему поставлен там такой парень это разваленный тоже одного из португальских укреплений в этом городке торфай марокканцы все играют в футбол то есть мы не видали наверное ни одного маломайского поселка в котором они не играли во футбол позволяет ровная поверхность постоянно хорошая температура они такие все очень стройные я не понимаю почему марокканцы еще не победили чемпионат какого-нибудь мира ну либо их всех разбирают либо я не знаю поверхность бывает иногда начинаешь вязнуть вот она видно что влажная поэтому далеко очень добрый вязь напротив этой южной точки до которой мы добрались городка торфай через 80 километров океана расположены канарские острова и в одном из проектов было добраться туда со стороны марокка но оказалось что паром который туда ездил сел на мель несколько лет назад и с тех пор там и сидит вот на табличке видно как далеко надо ехать до Гадира и других городов ну это нечуточные наверное ну получается что это полноводная марокканская река Зимонь такие вот растения такие вот машинки такие марокканцы мы проезжали такие вот кактус по-моему они называются опунция но мы об этом узнали уже в Киеве но на все какие случаи решили попробовать много иголок но вкусно те же самые городы Лигзира которые были в первом путешествии вот они сняты немножко по-другому это собственно пляжная Гадир он славится своими большим количеством моделей но если вы не венцерпинг то по большому счету так особо там по-моему делать и нечего потому что там хорошие ветра и в Адагадире но даже в городке Эссувейра если вы любите это дело то надо это марокканские девушки а это растительные препараты которые должны нам помочь если мы не можем справиться сами для мужчин для агра но мы не пробовали это хостел в котором мы живем то есть убранство хостела 15 евро с завтраком вот такое местное такое попрошение но не просто так а замузка в той же севере в тот же порт та же рыба ну сначала мы подумали что какие-то местные акулы маленькие но потом нам сказали что это не совсем акулы но их тоже едят это вот такая роскость а это у нас ребята улетали из Касабланки в Касабланке построили самый крупный торговый центр тоже в Северной Африке вот они его посетили потому что они были с на день а девушка которая ездила еще с нами она не туристская и для нее это была призывая игра собственно все вот все такие нет нет что а в какое ну в какое я например просто мне лично как бы я думал что Марокко это страна на раз мне понравилось там у нас девушки как Селина фреши которые авокадо манго папайя и так далее они густые очень вкусные оторваться нереально жареная рыба в портах она не мороженая полностью свежая морская океанская рыба очень вкусно оторваться нельзя ну вы знаете мы как бы боялись что такое может быть у нас была с собой аптечка конечно но ни за одно путешествие ни за второе никаких вообще попыток даже не было на эту тему то есть надо просто пить бутылированную воду которая у них там везде продается и все а что там с насекомыми ой с насекомыми это отдельный стиль в первом путешествии нам удалось поймать тарантула ой не тарантула скорпион извините для этого мы перевернули какое-то количество камней в этом высоком атласе у нас был специалист он его оттуда достал посадил на руку и потом он бегал по руке оказывается тарантула скорпионы они нападают только тогда когда у вас когда у него нападает на него кто-то спереди 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 и сверху то есть когда у него ровная поверхность он просто считает что это просто поверхность и соответственно нет опасности он по этой поверхности просто бегает и все то у нас даже есть нам какое-то количество фоток когда по рукам наши товарищи бегали скорпионы agę вытряхивали в пустыне мы так немножко обувь, но ничего не нашли. Старались что-то найти, но так было сложно. Вот эти смеи, наверное, же не водятся там? Где-то водятся, но вы думаете, что они прямо там выпрыгивают? Нам не удалось. Не удалось. То есть вот бывало по ночам там что-то там какие-то такие даже не бложки какие-то. Насекуемые вылазили, но они все были какие-то не опасные. Вы ночевали в пустыне? Прямо вот в пустыне. Вы знаете, мы на вечер смешали себе по-моему ром с колой, потом покурили какой-то местной травы и в общем это так. Утром ничего не было. Вот в Атласе, что мне понравилось, именно в горах, это как бы вот в этих речках вода достаточно чистая. Из-за того, что ледников, снегов практически никаких нет, потоки эти маленькие, то река течет не таким каким-то бурным потоком, а как через лоханки, да? То есть маленький сброс воды, ровная поверхность такая, где можно покупаться. Смотрите, а на том треке, на котором мы ходили, мы ходили 6-дневный трек вокруг Туккаля, если кому-то будет интересно, я могу прислать там какой-нибудь маршрут. Ну вот, с водой проблем не было. Не было, да. Но воду надо знать, где она есть, потому что на одном из участков там просто подсказали, где есть вода. А на автомобильном треке там проблем никаких нет, в багажник бросил сколько надо. Ну вот смотрите, в мае месяце на высоте где-то 3700-3800 у нас были отдельные снежники, то есть где снег можно найти. Либо вода есть где-то ближе к каким-то населенным каким-то объектам. к селам, там где эта вода выходит из-под как бы почвы и течет. То есть как только вода возникает, сразу возникает какое-то поселение, либо ну что-то такое связанное с людьми. То есть отдельных таких вот источников, у которых нет людей, мы наверно не видали. Мы брали с собой фильтры специальные, там эту воду фильтровать, но нам это не пригодилось. А вот мы брали джипы, такие митсубиси и патроны. Они стоили где-то 75-80 евро в сутки. Но если вы будете брать машину попроще, то есть не углубляясь в пустыню, а просто путешествия, потому что дороги там хорошие. Там французы строили, дождей нету, они все достаточно гладкие, без выбоин. Она может стоить там 30-40 евро за автомобиль. Там дизель распространен, потому что дизельное топливо там стоит дешевле процентов. Ну как у нас, грубо говоря, по нашим ценам это 7-8 гривен стоит литр дизельного топлива. А бензин стоит 10-11 гривен, как у нас. Соответственно, если вы планируете именно такое, ну вот как бы с моей точки зрения, Марокко страна хорошая для автомобильного и пешеходного трекинга. Что вы приезжаете куда-то на недорогой машине, делаете какую-то там радиалочку, прогулочку на день, на два, садитесь, едете в другую точку. Потому что Марокко страна большая. И, скажем, с нашим знанием французского передвигаться по ней не очень удобно. Потому что, в общем-то, большинство жителей все-таки есть или на арабском, или на французском. Вот у нас оставалась группа сейчас на Новый год еще на неделю, и они поехали на север путешествовать, и без знания французского им было нелегко. Потому что даже несколько километров где-то подъехать, таксисты требовали нереальные деньги. Английский там ограничено? Английский так очень ограничено. Так что... Если это не с каких-то, ну, то есть, про финансы сказал, а никаких там забронированных гостиниц ничего не требуют? Нет, это все требуется, но это легко объясняется. То есть, марокканское посольство в Киеве очень такое благожелательное, без всяких ограничений. То есть, ты бронируешь там, в любом случае, одну-две ночи в хостеле или в гостинице. Потом говоришь, что дальше ты едешь в путешествие, этого им достаточно. Ну, понятно. То есть, если реально, скажем, по-чистому собираться, там, какой-то, там, 10-дневный пешеходный трек, да? Вот, запранировать там первые сутки и там последние сутки, и сказать о промежутке вывода будем, так сказать? Ну, они в это верят. Они верят, ну, вот, и опять же, с моей точки зрения, ехать туда, скажем, на неделю бессмысленно. Потому что вы только приехали, там, считаете, день перелет обратно, типа день перелет, пока вы там чуть-чуть адаптируетесь, летите обратно. Поэтому есть смысл ехать, ну, не меньше, чем на 10 дней, а лучший срок по нашим, ну, по нашим таким прикидкам, это две недели. Две недели... А вы на сколько ездили? Что? На какой срок вы ездили? Ну, вот, в первый раз мы ездили вообще на три недели, а в второй раз ездили на 12 дней. Вот, ну, за три недели уже народ подустал немножко и начал друг на друга горчать, а две недели сам лету. Ну, вот, по сравнению со всеми остальными африканскими северными странами, это максимально безопасная и спокойная страна. Там до сих пор, по-моему, рубят руки за воровство. То есть, да, там карманники есть, но с точки зрения криминала, она, я думаю, на порядок лучше нашей страны. В плане, так сказать, понятно, что во второй поездке, там, на Юге, там, ближе, там, в Западной Сахаре, да, ну, то есть, там, не та ситуация, когда, там, патрули какие-то через каждые килогенеры... Все патрули там есть, нас даже останавливали, но, как бы, без всяких проблем, то есть, да, остановили, да, посмотрели, там, да, переписали паспорта. Ну, то есть, скажем, напряженность явно какой-то не чувствуется от такой сути? Нет, ну, то есть, это вам не Ливия, это, там, не, там, не Сомали, там... Ну, то есть, это не Грузия, это не Куркистан, это так сказать? Это Грузия, да, это Грузия. Понятно. То есть, максимально благожидательное, как бы, настроенное к вам население. За исключение, опять же, говорю, что, чтобы не испортилось впечатление, вот, когда вы попадаете именно конкретно в Маракеш, да, вот, остается какой-то... Ой, 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 что это такое? То есть, как только вы из него выбираетесь, сразу все нормально, как бы, все благополучно. Никаких хелперов, никаких таких каких-то маленьких вымогательств, ничего. Вот таки. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Для решений возвращаются. АПЛОДИСМЕНТЫ Центр, хочу сказать, что следующий вечера у нас в марте будут 2 шлипки, потому что 5 марта праздник Киева будет путешественник, который сейчас в Африке на велосипеде едет. И он будет рассказывать про Африку, по центральной Фонга, Филопия и еще что-то. А 19-го будет плановый вечер, там уже потом скажем, что-то не будет. Так, есть. Разберусь? Да, да. Ну, просто идти. Я расскажу вам о поездке, ну, необычном путешествии автомобильной яхтой. Вообще, путешествие, идея этого путешествия возникла совершенно спонтанно, потому что мы собирались, вот сможем, ну, вести поход в другое место. И там, получается, сорвались сроки по работе, нужно было что-то очень срочно решить и куда-либо поехать в сентябре. Поэтому мы, как бы, начали быстро искать, куда, куда, куда поехать. И, в общем, нашли, значит, так как мы занимаемся водным туризмом, ну, как бы, катамаранным, байдарочным, и никогда не пробовали яхтинный вид, ну, как бы, рулить яхтой, мы решили попробовать найти, как бы, шкипера, кто нас научит, как бы, управлять яхтой. Ну, как бы, вот, и мы решили еще попробовать автомобильное путешествие, потому что мы, ну, ездили на автомобиле, но далеко никогда не ездили. Вот. Так как у нас автомобиль был уже достаточно, как бы, старый, вот, мы решили, так сказать, в последний раз на нем попробовать поехать. Вот. У нас, значит, такой вот был маршрут. Значит, мы выехали из Украины. Так как это наше первое автомобильное путешествие, вот, решили, значит, посмотреть, посмотреть по дороге, ну, проехали в Венгрии, решили посмотреть по дороге Сербию, так как там никогда не были, посмотреть Черногорию тоже, вот. Вот. Потом встретиться, вот, в Хорватии мы должны были встретиться со шкипером. Значит, они, значит, этот шкипер, он взял, ну, в аренду яхту в этой точке и привез ее сюда. То есть он тоже, как бы, ну, это не нами-то шкипер, это тоже турист, грубо говоря, который просто умеет управлять яхтой и может взять ее на прокат. Вот. Поэтому мы должны были встретиться с ним, со шкипером и с нашей командой, которая летела на самолете и проехать вот по всему побережью Хорватии, вот в этой точке, в Биоград-на-Мору, сдать нашу яхту в прокат, вот, и потом поехать на машине назад. Вот. Ну, изначально у нас должно было ехать на машине 4 человека, но потом мы так получилось, что поехали вдвоем. У ребят сорвались тоже сроки, им пришлось лететь на самолете. Вот. Ну, это мы при... Слышаешь? Да. Это у нас, это мы выехали на границу, это первая наша граница Украины, так сказать, сфотографировала нашу машину и, так сказать, местный транспорт. Вот. Это да. А? Не знаю. Мы там, значит, посетили местный яблочный сад, с вами были возле школа и собрали целый мешок яблок. Ну, грубо говоря, своровали, обобрали, собрали. Да, в общем, заброшенный сад. Адрейка, наверное, до улицы. Слышим, так, прошу. Мышку не трогай. Как ты питаешь? Ну, как угодно. Проверем. Проверем, хорошо. Проверем, хорошо. Провести, надо, чтобы, к слову, тех, кто будет путешествовать на машине, нас знакомые попросили провезти пачку сигарет. Два блока. Мы, значит, по наивности душевной взяли, но мы не будем сами. И нас остановили, короче говоря, на границе, спросили, почему вы везете два блока сигарет, потому что можно только две пачки. Вот. Но так как у нас был такой, значит, бедлан, там куча было яблок, он, значит, посадил на нас, у нас куча рюкзаков, решил нас, говорит, а, говорит, ну его звонить, вы проезжаете. А вообще мог бы снять большой штраф. Вот. Мы приехали в первый город, ну, мы проехали много разных маленьких игроков, но я остановлюсь на самом главном. Белград, вот, в Сербске. Нам, честно говоря, очень понравился, потому что, ну, как бы, он очень светлый, красивый город. И вообще нам в Сербии очень понравилось, то есть там не дорого совсем. И так вот стало, не знаю, как у нас. Не чувствуется за границей абсолютно. Вот. Ну, это их имена, ну, так сказать, лента, видите, там. Дуня, Светлана. В общем, сербы они православные, в общем, как бы, как и было. Это мы сфотографировали, так, в местных, не театр, потому что у них тут, с чем нам понравилось, сербское народное позорище. Значит, сербский язык, он очень веселый язык. В общем, не стандартный абсолютно. Вот. У них там, как бы, как у нас все. Все как у нас, и, как бы, и мусор есть, и мусор нет. В общем, как-то вроде Европы, и вроде пока еще нет. Вот. Это у них, мы приехали в их местный монастырь. Вот. Это они так ставят свечи. Это они ставят просто их на поднос. Это мраморный поднос. Не так, как у нас. Вот. Обычно православный храм. Вот. Вот. Это их главный в Белграде, их главный собор. Он очень большой, огромный собор, на самом деле. Вот. Строен там в 15 веке, очень-очень большой. Очень красиво. Это местная их белградская крепость. Причем, самое интересное, что эта фотография сделана, так сказать, по нычке. Потому что нам сказали, что фотографировать здесь нельзя. Вообще, ни со штатива, никак. Почему? Типа, потому что объект занесен в Юнельско. А почему фотографировать даже ночью нельзя? Вот мы так и не поняли. Это очень ценная крепость. Похраняемые сербами. Ну, тут очень красиво. Там сверху целый город. Ну, вообще, вот. Мы вот, когда были в сербе, мы подумали, что мы с удовольствием сюда вернулись именно отдохнуть. Просто погулять. Вот это вот мавзолей Тита. Вот это Юсифа Броза Тита. Мы пришли. Он называется еще как бы Дом роз. Здесь везде розы растут. Вот. Они очень любят Тита. Туда и могила. Вот. Потому что мы увидели, значит, книгу отзывов. Там социальная книга отзывов. И там написано, мы тебя любим Тита. Ты всегда с нами. В общем, целая книга про него. Это, значит, палочки. Это эстафеты молодости, так сказать. Значит, там целый музей этих палочек. Значит, там фотографии и пионеров с этими палочками, и бабушек. Они вот так несли, как олимпийский огонь. То есть они бегали по, ну, эстафету. Бегали по балканам с этой палочкой молодости. И передавали от селения к селению. В общем, их там множество. То есть совершенно разных. То есть довольно интересно. Вот это их местный, так сказать, у них музей подарков Тита. Который мы преподносили. Значит, это как раз ему подарок из Марокко. Вот раз. А, нет, не из Марокко. С Конго. С Конго. Это стол специально для шахмата. Чтобы залежать и так шахматы. Прографировали. Вот. Это их местный язык. Назвольный упрошенный. Вот. Мы, значит, возвращались. Думали, где нам ночевать. Значит, мы по опыту Венгрии, где были автобаны. В общем, негде так было. Не кемпинга. Ну, грубо говоря, мы сначала бронировали кемпинг. А потом подумали. Мы вдвоем так расслабились. Так хорошо вдвоем. Вот. Здесь мы вот заночевали. Мы поехали в обычную. Это их не дача. Мы поехали там не в гора какая-то местная. Тут вообще ничего нет. Воды нет. Козы одни. Сухо. Ужас, короче. Четыре сутки. Вот прям как у нас. Вот. У нас это можно приехать и поночевать. Вот. Это мы приехали в их монастырь Студеница. Древний монастырь. Это мы, именно, поехали по сельским острям. Потому что было очень интересно посмотреть вот как бы их культуру. Вот. Вот. Дальше мы поехали в горы. Это их место речки. Вот. Этот. Тоже. Тоже. Горный монастырь. Двенадцатого века. Вот. Здесь вот они проводят реставрации. То есть тут строят все. То есть тут. Тут вообще хорошо. Тут и вай-фай есть. Вот мы сфотографировали местную дорогу. Вот символ Советского Союза. Вообще такое впечатление было. В Сербии так сказать по памятнику. Боевой славы имеешь. Вот везде там памятники воинов. Вот. Вот. Везде рекламы за Россией. То есть везде за Газпром. По всей дороге. Вот. Везде Россия, да. То есть не знаю. Любят, не любят. Но Газпром. Мы правда думали, что партия регионов что-то брала. Это может. Вот. Это их местные горы. Сербские горы они более низкие, чем в Черногорске. Ну в принципе тоже красиво на самом деле. То есть они. Вот это их местные дороги. Дороги это конечно что-то с чем-то. То есть если в Хорватии здесь вот здесь есть сетка какая-то. Что-то они там не падали. Там обвала не было. То здесь ничего нет. Мы даже встретили местную там семью, которая камень упал на капот машины. То есть капот выгнул. Ну слава богу мне по голове. Ну в общем короче машину сломали. Вот. То есть не знаю. Тут конечно надо быть хорошим водителем. Поэтому мы приехали до границы с Черногорией. Мы проходили ее вечером. И у нас там случилась как сказать мини авария. Вот. Сейчас потом расскажу. Значит у нас случилась авария в Черногории. В общем у нас полетел подшипник. И мы. У нас была жуткая ситуация. Потому что снижетала машина. И к нам когда шел местный мужчина. Вернее девушка нас увидела. Они же мусульмане. И предложили так сказать помочь. Они пришли всем двором. В общем думали что это кошмар. То есть это в Санкт-Петербурге гор. В общем темно. Вообще ничего не видно. У них селение просто вверх от горы. Вот. И они короче говоря с нами возились часа четыре под дождем. Подключили шесть человек. То есть они транспортировали нашу машину там в другой дом. Потом значит выточили специально нам подшипник. Из другой детали. Под наш ламос. Они всем звонили. Говорят откуда. Типа из Украины. Типа. Откуда. Типа из Киева. Они нам так все смеялись. Типа. Что из Украины. Тут. В общем. Они у нас это самое поселение всегда там. Ну там. В кофе нам предложили. В общем они как бы говорили. По моему говорили на русском. Английском. Но они знают немецкий. В общем как то на четырех языках говорили. И всем было хорошо. Совершенно под дождем. Провелись с ним прекрасно четыре часа. И я так зауважала вот мусульманов после этого. То есть у них там уже в Коране написано, что помощь путнику по дороге. И я вот прямо впечатлилась. Вот. У нас была еще цель посетить их Национальные парки. Это их не Биоградское озеро. То есть это их не пандемик. Мы посетили тоже их. Что-то у нас тут. Вообще фотографии почему-то нет. Вот. У нас что-то смешалось фотографии. Вот у нас что-то. Не знаю почему. Так. Биоградское озеро. Вот. Это местное озеро. Мы сюда приехали. Потому что очень. Значит тут. О нем описано. Что тут очень красиво. Значит тут. Оно правда высохло. Упало метров на пять. В общем уровень. А вот в конце там поворот есть. Там вообще короче были. А вот эти вот. Лодки стояли. В общем торчком. Прямо в этом. Пески. Мы еще в дуру по туристке решили. Так сказать. Пройти сквозь. В общем. Поглядеть по поиск пески. В общем. Это очень глупая идея. Но озеро нам очень понравилось. То есть. Абсолютно. Вот. То что написано в интернете. Совершенно не совпадает с том. Что видишь. Воочию. Вот. Это их не пандемики. Местные. Это их не лопухи. Тут очень конечно красиво. То есть. Тут везде у них дорожки. Вот что. Хорошо. Вот. Такое путешествие. Потому что у них. Везде вот в этих парках. Они очень. Господи. Вот. Они вот так сказать. Берегут это все. И вот везде. Ставят дорожки. Что-то тут такое. Дальше мы поехали по местным дорогам дальше. Вот. По Черногории именно. Вот. Видели такое потрясающее место. Это. Боже. Значит. Потрясающе красивое место. Мы как бы. Посмотрели на реку. Думали. Боже. Может быть когда-то можно сплавиться. Вот. Тут конечно сумасшедший каньон. Вот. Это Дара или? Да. То есть это самая. Самая. Сейчас вот. Вот. Очень красивый каньон. В принципе. По роже. Не знаю. На который совершенно выбраться невозможно. То есть тут. Высота случается. Вот. Могите вы посмотреть. То есть очень красивое место. Нас просто. Поразило. Шушу так. Что с ним происходит? Ну тоже. Вот. Значит так. Это их местные тоже горы. Вот. Мы по этой дороге. Вот я просто. Если кто будет путешествовать. По Черногории. То есть тут надо конечно. Быть очень хорошим водителем. Честно говоря. Ощущение. Когда есть. На машине. То есть. Какое впечатление. Что справляешься на катамаранах. По грудной речи. Потому что. Совершенно. Такие же повороты. Подъем. Как бы. Спуск. То есть. Видно. Терновые горы. Как у Черногории. Как у Черногории. Значит это мы проехали в Будву. Вот. И дальше. Наша была цель. Так сказать. Встретиться. Встретиться с нашими ребятами. Это Будва. Это мы сфотографировали. Мы хотели ночью. Так сказать. Походить. Но мы. Уже опаздывали. Ну вот. Потому что мы должны были встретиться. Ну я как бы. Вкратце. Значит. Мы дошли отель. Нам надо было оставить машину. У нас была задача оставить машину. И встретиться. Значит. Вот. Вот. Мы под визу сняли вот этот вот чудесный отель. За 30 евро. Там очень хороший номер. Но это мы садик сфотографировали. Вот. Значит. Ну. Чтобы нам именно выдали. Так сказать. Визу взять. Вот это сделать. То есть. Нам надо было забронировать. Просто на 5 дней больше. Ну не под яхту. Вот. И как бы. Вот такое вот сняли. Совершенно. Это наш. Так сказать. Шмитер. Леша. Вот. Это мы с ним. тоже турист. Который занимался всю жизнь парусным спортом. Как бы. Вот. Это Дубровник. Мы сфотографировали. Где мы со всеми встретились. То есть. Ну. Дубровники. Может многие были. Поэтому я фотографии. Для сокращения времени. Не помещал. Вот. Дальше мы поплыли на наши яхти. Ну. Из-за того. Из-за того. Что происходит с такими? Ну. Из-за того. Из-за того. Из-за того. Вот. Вот. Дальше. Да. Вот. Такое впечатление. Что ты во-первых как бы как в гробу. Вот. У тебя как бы падает потолок. То есть. Ну. На тебя. То есть. Ну. У нас маленькая была спортивная яхта. И это самое. То есть. Честно говоря. То есть. Ну. Это нормально или не нормально. Потом привыкаешь. Но. В начале конечно. Пожалуйста. Я это не жал. Ну. Честно. 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 Необычной. Вот. Здесь вот совершенно. Особенность кровати в том, что там белое именно дно. Везде вот белые красивые камни, берега. У нас. Была конечно глупая идея. Вначале. Думаем. Анна. Везде можно купаться. А потом. Мы как то одели маску, посмотрели. А там полностью все дно усеяно морскими ежами. Оно все черное. То есть оно конечно белое. Но периодически там будут черные ежи. И если плохо видеть, то, я вот знаю, он из таком как-то наступил, он полгода не мог и боку вытащить из коленка. То есть, но полгода выходил. Вот, это у них местное озеро на острове Лемле. Это очень красиво, то есть, тут совершенно прозрачная вода, то есть, там, рыбки плавают, очень тепло. В общем, очень красиво. Дальше мы поплыли на остров Корчук. Это мы привязали, так сказать, это к яхте привязывается, такая вот надувная лодочка. Вообще, ее поднимают, но тут мы решили ее не поднимать, не знаю. Вследствие поплыли такие вот виды. То есть, в Хорватии, там полторы тысячи километров, вот этот архипелал корватский, он считается самым красивым для парусного спорта. Потому что здесь не большие пространства, как в Турции, вот морские, а именно архипелал, тут еще много островов. И, как бы, очень интересно путешествуют. Там вот 300, у путеводителей 350 островов с разными достопримечателями, где можно что-то, я сам. Вот это остров Корчук. Вот, мы посмотрели сам этот город, крепость. Тут в каждом городке, вот, местном островке, тут везде тут есть крепость, где укрывались местные жители. Средненькая земноморская застройка, то есть, тут, грубо говоря, четырехэтажные дома, все белые, то есть, врама, ну, в местном. А вот, и очень-очень много яхт. Вот. Это вот мой муж рулит. Вообще, я пробовала рулит, яхт, это довольно сложно, если честно. То есть, это какая-то, как бы, смесь управления автомобилем. Там надо все время следить за направлением ветра. Там специально, вот, ну, большой парус, там есть вот эти вот маячки. Вот, и сложно, вот, как бы, сложно надержать вот такую, ну, в сравновесе, то есть, особенно, когда есть вон, такие вот подгиды. Там вот именно, действительно, красиво, вот, как-то наслаждаешься природой. Вот, дальше мы приехали на остров Хварц. Вот, остров Хвар очень любят немцев. То есть, там очень много немцев, практически все немецкие пенсионеры, такая впечатляющая, собрались на этом острове. Вот. Он необычно построен, потому что у него каждый дом, вот, как бы, на друг на другом стоит. Вот. И там, вот, так, наверное, как в Венеции, очень узко, и надо с ним идти вверх. То есть, гулять по этому острову. Вот так вот оно выглядит. Вот я... Там ни одной машины местных жителей нет, даже практически нет мопедов. То есть, они ходят пешком, вместе с пульками, с огоньками, несут еду. В общем, честно говоря, там жить трудно. Ну, вот, если именно местных жителей. Очень маленькие у них квартирки, то есть, вот, и вот тяжело именно, то есть, комфортно, как бы, у них еду. Вот. Это их главная площадь, то есть, они, в основном, живут за счет туризма. То есть, у них туризм, ну, летом, не знаю, чуть зимы, но туристов у них, конечно, очень много. То есть, у них не местные пальмы, они так подсвечивают, красиво еще. Вот. Дальше вот мы поплыли, это у нас шторм. Это вот примерно вот так вот выглядит, как обычно, вот, в открытом горе море яхта. То есть, в принципе, то есть, вся команда, она сидит сверху, потому что, ну, во-первых, внизу, как бы, ташпит, вот. А во-вторых, ты сверху, то есть, ты держишься, а ощущение, то есть, допустим, на носу сидеть, то есть, оно постоянно отдает водой, ну, совершенно такое непрегаемое ощущение, как аттракционное, внешне. Вот, это у нас девушка одна, она очень испугалась, то есть, ей сказали, что яхта переворачивается. Амчана идет к ленам, то есть, другой, другой борт полностью цепляет воду. То есть, один борт, как бы, на воздухе, а другой в воде. И получается, что яхта, все, что ты там неправильно положила, она все съезжает вниз. Вот, и девушке ей сказали, что, решили для нее пошутить, это из нашей команды, сказали, что она точно переворачивается. То есть, она ехала три часа и покричала, потому что, ну, на самом деле, она, оказывается, перевернуться не может, потому что там есть кин, там кин вообще такой же высоты, как и мачта, то есть, огромнейший кин, и она, как бы, даже если переворачивается, то есть, она, как бы, становится назад, то есть, это как-то предусмотрено. И вот раньше яхтинский спорт был очень дорогим. Вот для меня, вот, свои впечатления, вот, не знаю, ассоциации, что-то очень дорого. А на самом деле, вот, когда вот изобрели пластик, начали вот клепать пластиковые лодочки и издавать их в прокаты. Поэтому он стал популярным и недорогим. Ну, конечно, вот нужно проваливать, управлять, чтобы уметь управлять. Это яхта парусно-моторная или чисто парусная? Парусно-моторная, они все парусно-моторные. Там просто, когда штих, ты ничего не сделаешь, то есть, ты не можешь... Мы парус в конце вообще порвали. У нас просто был шторм, и если бы у нас не было мотора, то вообще был бы кошмар. Вот. Это у нас посвящение, грубо говоря, век смены. Какое-то обычное есть. Был раньше в турклубе «Глобус» тоже, вот, выпить спирта, по-моему, под ябленькой, там, и в этом, в яме тебя мочили, ну, когда все инструктора посвящались. А здесь тоже. Тут сначала у нас сушкипер говорит, Леша, наш друг говорит, ну, встаньте, мы как бы встали, он нас здорово фотографировал. Потом он взял нас и толкнул, короче, совершенно не ожидаю. И дальше, когда вылазишь, короче, тоже пьешь какую-то бурдунку. Вот. Потом мы выплыли покупаться на пляже. Тут вот, действительно, вот кровать, она, не знаю, по красоте очень она красивая, то есть, но, действительно, ну, купаться, практически, вот, если даже с детьми, очень сложный антипляж, где можно покупаться, то есть, надо смазать, смотреть, чтобы, куда ты ногу ставишь, чтобы ни на что не наступить. Вот. Вот это именно, просто, просто эстетично красиво. Это мы встретили такой клик, как необычий. Вот. Это как-то самое. Да, это своего мужа сфотографировала за рулем. Вот. Ну, действительно, надо рулить трудно. Если, допустим, наш Леша с другом спокойно расслабляется, то когда ты не умеешь рулить, я как-то, ты смотришь, и жгло за ногу. Вот. Я, например, порулила, там, не знаю, полчаса, успела и мачту упустить, неправильно, вулканчик посмотрела, успела там девушку, она шапку утопить, наша знакомая, мы ловили шапку. В общем, короче говоря, для женщин как-то трудновато, наверное, говорится. Вот я думаю, что это. Вот. Вот. Везде в Хорватии ходят паромы, вот такие вот, паромы, там, называется, могу разыграть. Вот. Это, в принципе, если, как бы, приехать просто в Хорватию, хочешь посмотреть острова, то есть можно покупать билеты на эти паромы и путешествовать. У меня, что-то пара с ним большой был, пару кадров назад. Нет, это место, это туристическое. Это мы сфотографировали, не важно. Ну, вот. Это мы приехали, значит, это с другой стороны острова Хвана, называется Старое место. Ну, Старое место. Старый город, как бы говоря. Вот. Это мы приехали с той стороны, это есть вот такие вот сети, вот все развешивают, местные рыбаки. Они, у них у всех рыбы, вот, типа Дорадо, плоская рыба. Вот это вот, из-за того, как Дорадо всякие. В общем, у них все рыбы большеглазые, плоские, какие-то специфические. Вот. Да, такие вот улочки. Вот. У них практически все такие улочки. Вот и на старом городе в Хварии, в Хварии. То есть в каждом городе, то есть вот белый камень, вот были вот такие же постройки, цветные, зеленые, ставные. Вот у них такой, какой-то, средиземногорский стиль. Вот. Это мы дальше поехали. Значит, это мы дальше на город Шедык. Вот. Это у нас, как обычно, шторм. В общем, честно говоря, вот я по Ягде, я подумала, что вот в Ягде именно самое вот впечатление, вот именно вот, я не знаю, вот, как шторм. Вот, потому что, ну, если просто вот так бы, грубо говоря, сидеть, то есть оно неинтересно. Вот интересно именно спортивное, вот лавирование, то есть вот необычное совершенно ощущение. И здорово, когда ты умеешь покалять так свои стихии. Вот это дело, что ягде. Но, в принципе, очень легко за борт улететь, потому что я как-то, если там, вот, там специальная сеть, потому что там, когда резкий разворот, можно вылететь. Вот. И причем нам наш друг рассказывал, как, что надо делать, если вылетел человек. То есть, один человек смотрит на человека и показывает пальцем, другой, короче, ищет спасательный круг, все это дело, в общем, чтобы его найти. Потому что ягда, она очень быстро удаляется, и человек за волнами вообще теряется из виду, то есть его совершенно не видно. То есть, и ты не понимаешь, что ты спасаешь, то есть нужно показывать, ну, один просто вперед смотрящий, другой спасающий. Вот. Значит, дальше мы приехали, это, по-моему, город Масленица. Это такая местная, местная деревушка, это именно не город, а деревня. То есть, вот, то есть, вот, то есть, вот, у них как-то и город, и деревня похожи. То есть, вот, есть зимомольский стиль, вот эти вот лодочки такие, необычные, они все на рыбалку ходят. Вот. Живут они, конечно, очень хорошо. Я вот, конечно, мы там посмотрели, я не знаю, по-моему, это люди живут хуже. То есть, вот, в кровати, у них и тепло, и красиво, ну, вообще, такая страна именно, живописная. Причем, у них и история необычная, то есть, у них и греческие есть, и постройки римские. В общем, великолепная страна. Это у них такие вот местные пляжи, вот эта деревушка. Ну, а дальше мы поехали в город Шипенек. Вот. Ну, вот, это, причем, вот, когда управляешь ягодом, нужно, чтобы, вот, один человек, он, как бы, стоит на руле. Два других постоянно подтягивают, такие вот, как-то, фосфель, мачта. В общем, там целая терминология этих веревок. В общем-то, грубо говоря, нужно минимум четыре человека, чтобы управлять этим судном. Потому что, вот, трудно ее развернуть, особенно, очень сложно его поставить на ягоду. Потому что, вокруг, то есть, когда так искачать, он вокруг раскручивается, вокруг этой цепи метров на тридцать. То есть, там, вот, в многолюдных островах, там, где еще много иностранцев, особенно датчан. Вот. Там это самое. Очень сложно, вот, найти на место. Вот. Это, вот, мы сфотографировали соседнюю ягоду. Как сказать, это их местная, скажем, маяк. Вот. Вот. В основном в рикадах, когда мы смотрели, кто участвует, то есть, там, снимает на прокат ягоды, это именно датчаник. Я, например, до этого поездки все время удивлялась. Почему в некоторых магазинах есть женские туфли 43-го размера? Как должна выглядеть эта дама, которая носит такие туфли? И вот, когда я здесь, мы были в Балинах, я увидела этих женщин. Значит, это датские женщины, у них рост вот от метра девяносто. Я, честно говоря, таких высоких людей никогда не видела. То есть, мы рядом с ними, как хоббиты, в общем. То есть, они, там, мужчины метра два, женщины метра девяносто. То есть, совершенно высокие люди. Причем они занимаются на пенсии ягодным спортом. У них просто, где они живут, в основном всех есть ягоды. Поэтому они приезжают в кровати и просто снимают их на прокат. Вот, и там... Вот, это мы местные рыбаки. Мы там в каком-то путеводителе прочитали, что можно у них, так сказать, взять рыбу. Вот. То есть, не помню, за что мы взяли. А, за какую-то бутылку, да. Ребята придумали. Это их лабрадор. Они рыбачат. Вот. Вот. И там мы дальше ехали в Шибеник. То есть, не закаты. В чем-то, конечно, именно красиво, потому что каждый вид как будто картина. Необычно. Смотрим в Шибеник, потому что... По курсу. Потому что, честно говоря, если... Без шкипера это вообще невозможно. Я смотрела... Ну вот, мы составляем по водному туризму лоции, но по ягдиному лоции это что-то щеное, честно говоря. Очень... Вот. Мы вот эту рыбу решили приготовить. Вот. Вот. Такой вот, например, спортина яхты. То есть, на травмах. Вот. Это мы приехали вечером в Шибеник. Ну, мы приехали с вечера. Ночевали прямо между нами. Ну, яхты не ночую. У них местные только мотоциклы. Слые скутеры. Их не местный транспорт. Другого они не ездят. Вот. Дальше мы должны были сдать нашу яхту. Вот. В Марина Карнати. Я сейчас вам покажу, как выглядит вообще Марина. Я там случайно потерялась. В общем, там где-то около 600 чем-то яхт. Я, извиняюсь, пошла в туалет. А наши ребята пошли заправить яхту бензином. В общем, они уехали. А вместо этой яхты стали другие. Я, короче, там целый час искала. В общем, думала, сойдет с ума. В общем, там совершенно одинаковые яхты. У них есть номера. В общем, разного класса. В общем, приезжают, получается, сюда, ну, разные иностранцы. То есть, они бронируют эти яхты по интернету в основном. Вот. Ну, у них есть все проважки. Берут они на прокат. Там дальше осмотр. Под каждой яхтой, когда ты сдаешь ее на прокате, плавает водолаз. Осматривает. Если ты не бронирует эту яхту. А если случайно ее сломал, то там такой счет выставляется. Либо там залоговая сумма, либо счет. В общем, грубо говоря, нужно уметь уметь. Тут некоторые есть яхты с двумя рулями. Это если они очень широкие. Вот. Дальше мы поехали в сплит. Это вот у них не местные такие бурточки. Это я с автобуса сфотографировала. Ну, за нашей машиной. Вот. Это так выглядят их лодочки. Ну, чем-то. Пляжи. Примерно вот так. Вот. Ну, это я сплит. Не пыла еще по сократить время. Это внутренние фотографии. Это я начала показать дворец Диаконтиана 4 века. Вот. Это Римик. В немецкий фенератор. Построил такой огромный дворец. Вот сейчас, как бы в данный момент, сейчас вот люди живут. Сейчас немножко метал. Ну, грубо говоря, люди живут сверху. То есть, вот сейчас дворец как бы осел вниз. И вот там, где вот эти квадратные строения, квадратные крепости, сейчас там построены обычные общественные дома. То есть, это весь сплит практически по размеру. Весь город, это именно этот дворец. Город построен как бы сейчас сверху. То есть, я покажу. Ну, это внизу, это подземелье Диаконтиана. Совершенно огромнейшее невозможное строение. Вот я сделала фотографию. Это сверху дома. Вот эти вот, я из дворца эскадемельной сфотографировала. Вот эти дома, это маленькие окошечки. Это так люди живут. У них совершенно маленькие квартирки. Я не знаю, где они живут. Но у них, как в Италии, они все свои вещи сушат. Вот эти вот, знаете, вечные фотографии там или венецы, где они сушат носки всякие на улицах. Вот тут тоже в Хорватии. Они там играют. В общем, как они живут, я не знаю. То есть, ни машин нету. Как-то спутали вот эти вот скворечки сверху. Ну, красиво. Вот это из дворца эскадемельной сфотографировано. Вот. Дальше мы поехали на водопад Кырка. Это национальный парк. Вот. Это, там два огромных водопада. Сам его, он тут около 50 метров. То есть, большой водопад. Мы вечером туда попали. Вот. И мы решили вечером, у нас был смешной случай, мы решили там вечером искупаться. Потому что там было написано, можно купаться. В общем, мы... Там написано, что был Галышон. Мы, ну, с мужем, так сказать, разделись. Начали купаться. И тут у нас вдруг из темноты огромный прожектор. Мы, короче, в ужасе. Прыгаем по этому водопаду снизу. Ищем вещи. Ничего же не видно. Оказывается, мы последние посетители. Они нас пропустили на пропускнике. В конце посмотрели, что мы же не выехали из этого, из парка. И они начали нас искать. Что мы, типа, потерялись. А там вообще национальные парки довольно большие. То есть, у несколько километров. Там очень красиво все. И вот этот вот... Он у нас как конвоир. Мы оделись. Он у нас фонарёк. Вылился как конвоир из этого парка. В общем, нам было так стыдно. Но он совершенно спокойно. Он говорит, вас таких много. Типа, я уже привык. В общем, совершенно необычное изделие, конечно, это водопад. Вот. Дальше мы вот поехали на машине. Поехали на Плитвинские озера. В конце. Плитвинские озера, конечно, в Хорватии это совершенно не обычное место. То есть, такого места, вот я считала, что он входит в 10 самых красивых мест в мире. Чем оно необычно? Потому что там парсовая порода. И, значит, эти озера меняются. Их там 30 озер, по-моему. Они меняются. Могут каждый год менять свое расположение. То есть, там, я покажу. То есть, там одно озеро, кто был в Карелии, ну, там и в Карелии, в Санкт-Петербурге специфическая система рек. То есть, там одно озеро протекает в другое и между ними река. То есть, вот эта вот речная система Карелии. И тут тоже. То есть, одно озеро перетекает в другое. То есть, на разном уровне. Там их разделяет стеночка. И потом эта стеночка рушится. И образуются водопады. То есть, сверху над этим водопадом, огромным озером. И там вот такое вот место. То есть, там везде вот эти вот... Они очень смотрят за природой. Правильно делают. То есть, они везде строят вот эти вот дорожки обалденные. То есть, тут именно красиво. Тут везде и пещеры там есть. Вот именно эстетически походить. Потому что тут оно разное совсем. Вот здесь вот нельзя ни рыбу ловить. То есть, если водить, то точно нельзя. Нельзя кормить. Вот. Здесь совершенно... Ну тут просто не видно этот аппарат. Совершенно голубая вода. Там рыбы не видны. То есть, такое впечатление, как бы ты ходишь, как в сказки. Ну, то есть, особенно, когда мало туристов. Потому что туристов там, как обычно, очень много. Вот. Это у них вот эти вот карстовые породы. То есть, которые... Это тоже раньше была река. Вот. 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 Вот так оно все выглядит сверху. То есть, оно все светится. То есть, там... Там большая территория. Там мы прошли полностью весь парк. Там 22 километра. Там мы потратили. Там можно и больше пройти. Но мы успели только 22. Вот. Целый день там ходили. То есть, там, конечно, красиво. В основном там везде вот так. То есть, сверху там видно вот такие голубые озера. А в основном там везде дорожки. И видно множество водопадов. То есть, если 30 озер, то водопадов, наверное, что 50. То есть, ты теряешься абсолютно. То есть, ты там ходишь, как в районе. То есть, теряешься, теряешь как-то ощущение времени. Вот. Всего ощущения. И, честно говоря, вот я... Притвинские озера, это, конечно, место совершенно необычное. Там вот, ты, получается, за каждый поворот заходишь. То есть, это отдельные части. Ты делаешь поворот. Тут лежит дерево, которое обросло тоже карстом. То есть, там, наплажение карстовое. Сверху вот эти вот водопадники текут. Над ними озеро. То есть, ты идешь вверх-вверх. То есть, видишь множество озер. Из них утекающие водопады. Мы еще смотрели. Там есть, как пройти случайно не по дорожкам. То мы, конечно, там, короче, очень рыхлая коща. Там пещера внутри. И там летают эти. Летучие мыши. В пещерах. Ну, если именно отойти от самого парка. Вот. А в парке вот там. Ну, даже по дорожкам. 22 километра бегать. Мы тоже на руле. Вот. Мы там купили местные пальмы. Собой привезли. Мы специально... Это мы пока ехали назад. Мы выставляли их на прогулку. Вот. Потому что мы их нельзя возить через границы. Потому что контрабанда. Ну, мы успешно провезли через все границы. На Украинской он заметил. Мы его упаковали в спальничек. Очень сверху положили их кулёвочками. Ну, правда, по-моему, он ничего нам не сказал. Он сказал, что это последняя граница. Но мы с ними вот так вот не расставались. Потому что мы так... Это финиковые пальмы. Мы их привезли. Вот. В конце мы заехали на остров озеро Болотон. Потому что мы там никогда не были. Вот. И решили посмотреть, что это за озеро. В общем, конечно, одно впечатление. В Венгрии. Это самое... Совершенно разное. Потому что оно оказывается очень мелкое. Там, конечно, птицы летают. Но где-то очень-очень далеко. Там грязность такая. Вот. По коленам. Вот. То есть, по сравнению, конечно, с кровати. Ну, тут тоже... Вот. Я сфотографировала водочку. Вот. Не знаю, как местные дети там копаются. Там больше, чем по колено глубины мы не нашли. Венгельское озеро. Вот. А дальше мы... Сейчас, подожди. Слушай, а можешь любить? Это самый. Спасибо. Сейчас. Ну, вот. Сейчас. Что такое? А. Дальше мы посетили... Да. Это мы... В Венгрии мы решили посетить местный... Местный музей советской власти. Венгрии, они... Когда... Ну, у них есть музей, как бы... Вот они советскую власть, они... В 53-м, по-моему, году... Как бы... У них там было... В противостоянии. В общем, они от... Не то, что от Венгрии. В общем, они, короче говоря, начали после 53-го года. Как бы скрывать все вот эти вот остатки советской власти. Все вот эти памятники. Смещать, заменять их венгерскими лидерами. Как это называется? Иллюстрация, в общем. И они решили сделать парк отдельный. То есть, куда они свезли вот этих всех ленинов в разном виде. То есть, памятник тоже 17-го года революции в России. В общем, у них очень интересный парк. Вот именно тех памятников, которых уже нет. Так что, что ли? Хорошо. Очень мягко, и все я сидела. Да. Иллюстрация. Почему он дальше не будет? А. Значит, дальше мы решили... Ну, это, как бы, с вами есть пистолет. Это Ужгородский замок. То есть, мы посмотрели замки Западной Украины, Закарпатской области. На самом деле, очень тоже поливичный халп, потому что мы проезжали на машине, и мы решили все это увидеть. Это их местная Нюанская церковь. Очень, кстати, красивая внутри, обалденная. То есть, нам очень понравился Ужгород. Я просто там не была как раз. И я, когда приехала в Ужгород, случайно встретила, так как я ученая, конференцию, в которой я должна была участвовать. И я, короче, в штанах, в ботинках. Я пыталась скрыться в музее. Они мне говорят, ой, а вы же участник конференции. Я пыталась от своих сотрудников скрыться. Мне было очень стыдно. Я доказывала, что у меня еще есть отпуск. Еще целые полтора дня. И даже если я участвую, то я не обязана туда приходить. Мне так совпало. Конечно, мне было стыдно, неудобно. Это их местная, это академия, греко-патолическая академия. Вообще, Ужгород очень нам понравился. То есть, мы решили, так сказать, по-цивильному сняли там, типа, комнату, в ресторанную комнату. Ну, там 150 гривен и так много. Что мы все время в машине ночевали по-разному. Вот это их местный парк, как наш Пирогово. То есть, это вот голубяки. Только у них совершенно другие домики. То есть, на Западной Украине были. Это вот не венгерские домики. Это, они, оказывается, для свистных целей ворачивали голубей. У них такие были голубяки, а место ходили куляпинку. Вот. Ну, это их местные, это самое. Деревляемые церкви закарпатские, которые очень славятся в нашей Закарпатии. Ну, это вот. Это вот замок пропустили в Чинодиево. Совершенно необычное место, честно говоря. Вот. Я тут даже сфотографировалась. Значит, этот замок выкупил местный художник. Взял в аренду единственный в Украине, который взял за свой счет в аренду замок. Кому он на 40 лет. И он своими силами восстанавливает этот замок. И там люди, которые сотрудники у него работают, бесплатные экскурсии. И там в конце можно положить сколько кто хочет. Вот. И он несет картины. В общем, приходят эти экскурсии. Можно же бесплатно сходить. Не знаю. Вот. И он как-то говорит, что больше никто, кроме него, не сподвигся в Украину взять в аренду архитектурный памятник. И восстанавливать за свой счет. Только он. Вот. И, честно говоря, интересно. Это мы пришли замок в Никлаш. Тоже такой из Закарпати. Мы там как-то запечатлелись. Вот. Это местный санаторий обычный Карпат. Вот. Вот. Но, честно говоря, Закарпати тоже очень красиво. Это Алейска. Вот. Ну, собственно говоря, и все. Это я сфотографировала колонитный памятник в Ужгороде. Очень нам понравился. Это местный памятник местному фонарщику. Это когда он умер, это местные жители сбросились. И сделали ему памятник, так сказать. Вот. Ну, спасибо вам большое за внимание. Вот. Так что, в принципе, если у вас есть вопросы, то есть мы именно как бы это путешествие мы сделали с точки зрения ознакомления с автотуризмом, со своими возможностями и с яхтинами. Потому что для нас это было как темный лес, честно говоря. Там и планировать автомобильный маршрут мы никогда не планировали. Но мы занимались пешим и водным, а таким нет никогда. И, оказывается, автотуризм, честно говоря, по ощущениям тоже туризм. И комфортно, некомфортно. И там тоже надо постоянно считать время, считать раскладку, собственно говоря. Все то же самое. И времени нету. Ты тоже бегаешь. Ну, чтобы посмотреть до сопримечательства, тоже скачешь, бегаешь, едешь. И тоже как бы нужно свою сноровку, честно говоря. Вы говорили, блин, Невицкий замок не заезжает? Ну, заезжали. Мы в Невицкий просто фотографии написали. Невицкий нам очень понравился. Мы заезжали вечером там вообще. Мы, честно, и ночью туда пришли. Там почему-то, кстати, ночью, после 10 вечера кто-то тоже, местная молодежь приходит. Там так страшно было. Мы сюда пришли посмотреть, чтобы стемнело. Вот. Невицкий... Бюджет у нас получился 900... Сколько у нас получилось? 900 евро, да, получился человек. Учитывая яхту. Вообще все. То есть у нас получилось... Ну, мы там просчитались в плане того, что мы бронировали гостиницу дорогую. То есть чисто яхт этот бизнес. На сколько взять евро? На... На неделю. На неделю. 350 евро получилась яхта у нас. А сколько вы упали? А? Ну, 6 дней, получается. Ну, там можно было бы и больше, 2 недели. То есть это надо просто договариваться. Вот. Ну, это наши знакомые. Они обычно ездят туда-назад. То есть они на 2 недели снимают яхту. Можно хоть 2 недели там плавать. То есть на неделю яхта 350 евро считает? Да. Но мы не платили, получается, за шкипера. То есть вот там были туристы местные, которые как бы брали шкипера в аренду. Может как бы его не брали. То есть, во-первых, он нас учил как бы. Я для меня было просто чисто для себя интересно, возможно ли научиться как бы управлять яхтой. Потому что, ну... А вы на этом вообще под парусом ни разу не практиковали? Ни на Непри, ни где? Нет. Мы как бы ездили... Не, на яхте нет. Мы просто ездили, ну, в эти, в катамаранные походы, там, в пятерки, но на горных летах. Не, парусом никогда не пробовали. Вот. Ну, то есть оно, это самое, как бы... Нам было интересно и необычно. В принципе, то есть парус, ну, не знаю, но совсем другое ощущение. То есть ты совершенно по-другому смотришь вообще местность, город, с воды. То есть вот совсем по-другому. Вот. И мы как-то... Ну, у нас, получается, на машине мы ездили вдвоем, потому что у нас получилось, что пара как бы у них не получилась с работой в последний момент. Вот. А на яхте у нас шестеро, получается, ездило. То есть там очень удобно. В основном на шестерых там снимаются. Там просто очень мало места, там ограниченное место. Каюта – это же громко сказанная каюта. Это там, кроме говоря, как двухместная палатка, все очень маленькое. Ты кладешь свои вещи в пол, в потолок, там, в бока. То есть, потому что яхта, она же, получается, кренится. И там все, что ты не положил в определенные полочки и не закрыл, оно все валится тебе на голову. То есть там даже специально есть плита, которая вот как-то так разворачивается в зависимости от крена яхты. Но готовить нас не получалось на ходу. Это что-то такое, необычное. Вот. Но там очень много ездят поляков, студентов, полно. То есть в основном все, очень много из Норвегии, потому что у них в Норвегии холодно, они все в Хорватию, конечно, и в Дании. Вот. Ну, то есть… За такой яхте в шестероп, а ты, извините, еще в простор, там, мы на той сбоке кребели в шестероп из-за чего? Там были яхты и в дестероп, на самом деле можно и в дестероп. Не, у нас там просто было три маленьких каюты. Там можно яхту снять хоть здоровенную, то есть там просто в зависимости от денег. Там некоторая яхта есть с двумя рулями, то есть… Какой класс вашей яхты? Так, ты знаешь, какой класс? Она самая дешевая, я точно знаю. У нас просто шкипер должен был полететь, но он не пришел. Мы на неделю сняли яхту, получается. То есть там еще, знаете, там можно дешевле, там просто надо оплачивать марины. Там надо, грубо говоря, заправлять воду, сливать, извиняюсь, туалет и там бензин, да, с топливом заправляться в этих маринах. То есть в принципе можно ночевать и в каких-то бухтах, бросить якорь и бесплатно ночевать. Но там почему вот дорожается стоимость не только шпрокатку, а вот эти вот марины. То есть входит помовка яхты в конце, по-моему, залоговая стоимость, то есть там было, ну, по-моему, сколько там, 150 долларов, евро? Я не помню. Там, короче, залоговая стоимость, либо ты, короче, залог кладешь 3000 евро и тебя полностью возвращают, если яхта идеальная, по-моему, без всех царапин, ничего, либо ты кладешь, по-моему, там 130 евро или 150, не помню. Вот, и эту сумму не возвращает, то есть ты можешь там ее вернуть хоть с царапиной, мы там сломали уключенную, короче, мы там 6 поломок сделали, да? По-моему, уключенную, короче, сюда-то драли, короче. Думаю, Боже, слава Богу, что мы 150 евро эти заложили, потому что, честно говоря, пусти козла в город, все оно, короче, валится, то есть. Это ж прокатные яхты, то есть, ну, то есть мы там, по-моему, всякие там веревки, там специальные заживы, есть стопы. И стопы мы оторвали, думаю, Боже, то есть мы, короче, когда там идет проверка, то есть, вот хорошо, когда кто-то разбирается, что иначе это невозможно, по-моему. Ну, это самое. Ну, в принципе, как вид отдыха, то есть, вполне приемлемый, то есть, просто он не обучен, то есть, вы можете, я знаю, там и в Грецию ездят, у нас там в Италию тоже пригласили, то есть, можно поехать. То есть, грубо говоря, везде, где есть море. Вот. И так нужно попутешествовать. То есть, совсем по-другому. А в какой области проведена конференция на какой теме, на которой Вы скрывались? Не, я просто кандидат в химический ток, я ученый-химик, и поэтому я обязана ученых конференциях. Они обычно в сентябре, либо там в мае, ну, определенное время. И оно там просто совпало. Не то, что я скрывалась, просто я встретила своих сотрудников, а я в этих, в драных ботинках, совершенно жуткого вида, ну, такой. Я даже не три недели там путешествовала. У меня просто было очень, как бы, неудобно. У меня же нет, вот, такой нормальный движ. Вот, это самое. А какие у вас еще есть вопросы? Может, по Сербии или какие-то, ну. А Сербия без визы, да? Ну, Сербия без визы. То есть, тогда, я знаю, москвичи все время летают в Белград, в саму Сербию, в принципе, там, ну, интересно саму Сербию посмотреть. То есть, там, не знаю, если самолет, то там недорогой самолет, ну, в Белград. Вот. А можно, как бы, слетать, посмотреть. И там, мы думали, там есть, не знаю, насчет лыж. То есть, там, может быть, какие-то есть лыжные базы. А в Венгрии еще визы? В Венгрии, да. Причем у нас... Мы еще поехали в Хорватию, потому что Хорватия до июля этого месяца, до июля месяца этого года, она без визы. А потом становится, она входит в Шенгенскую зону и становится визовая. Еще именно поэтому мы поехали по балканским странам, потому что там, ну, мы же проезжали, получается, в Черногорию, я там с Боснией, Герцеговиной, но мы в Албанию не заезжали. Она сейчас уже визовая. Визовая же? Она запускала, то есть, если у тебя есть Шенген там, ты приезжаешь в Хорватию спокойно. То есть, со всей визовой Хорватии уже не есть и не будет. Вот, но там Хорватия, она необычная, потому что у них необычная история, то есть у них сначала, по-моему, как там было, сначала до 7 века там жили греки, потом приехали туда, их поработили, так сказать, язычники-славяне, так сказать, их поработили, и поэтому Хорваты, собственно говоря, славяне. Потом им отправили римляне с 15 века, и, да, 15 века. Что? Вот это же были. Потом в какой-то период были и турки, и там у них, короче, совершенно разные постройки по всему, по всей стране, то есть у них просто она необычная. То есть, интересно именно посмотреть, потому что ты как бы как за границей, получается. Просто красиво. Ну и вот как Западная Анатолина, а также и Хорватия, это граница между Европой и Исламским миром, и Османской империей. Поэтому там буквально везде, где жили люди, везде замки, везде какие-то укрепления, везде, как можно сказать. Ну и там, в принципе, не особо дорого. То есть там, допустим, самые дешевые апартаменты можно снять за 25 евро, там если кухня, хоть на четверых, ну сколько хочешь, там не на каждого человека. То есть можно, как бы, просто, просто с точки зрения отдыха. Вот, дешевле получается, чем в Крыму. Вот, ну мы еще ездили, смотрели с точки зрения водного туризма, просто у нас идея, мега идея, там проложить маршрут, просто маршрутов нет. Там по Черногории попутешествовать, по Сербии, ну по Сербии нет, а по Черногории. Спасибо.